Эти съемки мы вели 10 февраля, когда начался перелет длиною в 16 тысяч километров. Он должен был определить возможность прямой воздушной связи с шестым континентом. Экипаж Анатолия Николаевича Денисова совершил через три дня посадку на советской станции «Молодежная». На борту самолета во время экспедиции находились наши специальные корреспонденты Владимир Михайленко и Юлий Чернятин. Вот кадры, снятые в Антарктиде. В Антарктиде сейчас конец осени. В это время обычно над станцией «Молодежная» уже ревут непроглядные пурги, под домами на сваях проносятся за минуту сотни тонн снежной пыли, которые засыпают городок полярников по самой крыше. В этом году подзадержалось тепло в ледовом краю. Старожилы Антарктиды считают, что Юлию Чернятину в этой командировке здорово повезло. Снимай сколько хочешь. Когда тепло в Антарктиде, всем хорошо. Но отчего же не понежиться перед долгой полярной ночью. Ну а у полярников эти погожие дни – самая хлопотная пора. Пока светлое не дует, нужно подготовить к зиме все 58 объектов Антарктического метеоцентра, нужно потянуть растяжки антенн и намертво заякорить дома, которые трясет в поргу, как старый одесский трамвай. Сейчас им прибавилось новой работы. После того, как улетит этот краснокрылый Ил, нужно будет законсервировать до самой долгой антарктической весны навигационное оборудование нового снежного аэродрома. Эти большие и маленькие дела люди вершат для того, чтобы обеспечить главную работу – непрерывный процесс исследования загадочного ледового континента, просевшего под гигантской тяжестью льда, толщина которого достигает здесь 4 километров. Таинственно этот материк часто называют «кухней погоды планеты». На этой кухне трудятся самые искусные повара – метеорологи и синоптики. Через каждые три часа шлют они по адресу Москва, Гидромедцентр, оперативные сводки погоды. Сегодня самолет Ил-18 «Дальний» с бортовым номером 74-267, проложивший дорогу в Антарктиду, вернулся в Москву. Участниками этого перелета были пилоты и штурманы аэроплота, ученые, специалисты, представители прессы. Их тепло встретили москвичи. Руководили экспедиции заместитель председателя Госкомитета СССР по гидрометеорологии и контролю природной среды Евгений Иванович Толстиков и заместитель министра гражданской авиации Борис Дмитриевич Грубий. Евгений Иванович, несколько слов о научном значении полета. «Мы сделали попытку, когда долетели до географического Южного полюса, сделали попытку провести научное наблюдение. Самолет наш, правда, не был оборудован как лаборатория, но, в общем-то, мы собрали там научных работников, и этот рейс показал, что на этом корабле можно проводить успешно научное исследование, причем в очень большом масштабе, и очень быстро собрать ценный научный материал». «Спасибо, Борис Дмитриевич. Ну, Ил-18Д успешно совершил посадку в Антарктиде. А можно ли там сажать более тяжелые самолеты?» «Вполне. Государственная комиссия, которая принимала аэродром, вместе с нашими специалистами, оценила его подготовку, саму взлетно-посадную полосу, на отлично и пригодной для посадки самолетов Ил-76. «Вообще-то нам все благоприятствовало. Погода, ветры, условия связи. Полет проходил, ну, внутренне, естественно, напряженно, но условия были благоприятны». Итак, воздушный мост между нашей Родиной и Антарктидой проложен.